Тузмун Тузмун откладывается как минимум на 2 месяца. Дело в том, что суд удовлетворил запрос СЕК на 2-х месячное продление крайнего срока экспертизы. И здесь нужно отметить, что будут сняты показания не менее 14 свидетелей-экспертов. Тут нужно отметить, что вместо ожидающих АДТС дополнительное время только облегчит обеим сторонам завершение незавершенного расследования фактов. И тщательно, в принципе, здесь ответчик и истец подготовятся к предстоящим показаниям экспертов. Кроме того, была также провернута просьба из письма, написанного юриста Диттоном от имени держателя XRP. Хотя суд признает, что обе стороны выделили значительные ресурсы для судебного преследования по этому делу, учитывая ожидающее рассмотрение АДТС об увольнении и забастовке, а также предыдущую отсрочку любого крайнего срока для подачи АДТС о выносении решения порядки упрощенного судопроизводства. В дополнительное время запрошенный осек не будет влиять на график, чтобы разрешить этот случай. И скорее дополнительное время запрошенный осек позволит обеим сторонам завершить обнаружение выдающихся фактов и должным образом подготовиться к показаниям экспертов. Соответственно, заявление осек удовлетворено. Говоря о последнем интервью Брэль Галлинхауса, CEO Ripple, он заявил, что он хочет быстро, как можно быстро закрыть дело. И он уверен, что XRP не является ценной бумагой. И он думает, что в конечном итоге докажем это в суде. И нам кажется совершенно очевидным тот факт, что мы не нарушали американское законодательство по чести операции с ценными бумагами. Также он заявил, что в течение нескольких лет XRP был вторым по рыночной стоимости цифровым активом. Когда стало ясно, что SEC дала зеленый свет эфириуму, это нормативно-правовая ясность, она позволила цене эфириума вырасти. Поэтому из-за этого он и объяснил успех эфириума. Таким образом SEC как минимум отсрочила To The Moon, да, и я считаю, что не то, что как минимум, а даже как максимум. Если бы точно такая же ситуация была с эфириумом, когда SEC бы наехал на эфириум и признал ее ценной бумагой, то здесь тоже были бы вопросы. Ну а пока что небольшая рекламная пауза и после этого мы разберемся, что стоит ожидать по биткоину, что стоит ожидать по криптовалюте, потому что сейчас у нас будет коррекция и она уже идет. Отличный проект, на котором можно делать большие деньги, это Мир ИТХ.аю. В этом проекте работает добровая команда по трейдингу и что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать стабильное от 3 до 12% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести свой клад с дивидендами. Вывод дивидендов и личный уклад работает замечательно, проект надежный, быстро отрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Что касается теханализа XRP и также мы разберемся с биткоином, потому что все это взаимосвязано. Сейчас альты у нас скорее продемонстрируют поход за биткоином, хотя несмотря на то, что биткоин опустился с 66 тысяч долларов на 60 тысяч долларов, альты особо и не упали. Хочется отметить, что сейчас эфириум торгуется около 4 тысяч долларов, а его максимальная цена за последнее время составляла 4356 долларов. Я считаю, что это отбой, отбой по ордерам и здесь нужно взять перед их. Тем более это вписывается в картину непосредственно того, что у нас на рынке криптовалют жадность. И стоит сейчас остудить все инструменты, остудить индикаторы и дать немного коррекции рынку криптовалют, чтобы он опять-таки вздохнул по новой и пошел наверх. Что касается XRP, пока что находимся в восходящем канале. И здесь нужно отметить, что зона поддержки по XRP это психологическая отметка доллар. Здесь стоит в принципе обратить ваше внимание, что вы можете купить XRP около этой отметки и немного проторговать это движение. Если мы говорим по биткоину, какие здесь движения, то здесь опять-таки у нас на графике нарисован молот. И зачастую такой молот знаменует то, что мы будем корректировать. Коррекция биткоина, я думаю, что максимум это 52 тысячи долларов, минимум это 55 тысяч долларов. Поэтому расставляйте ведра и на дневном таймфрейме в принципе мы с вами опять-таки корректируемся. Да, и в зону поддержки у нас 60 тысяч долларов. Я бы сказал, что это психологическая отметка, поэтому обратите на нее внимание. Как только биткоин будет на дневке закрываться ниже 60 тысяч долларов, рассмотрите покупку его по 52 с половиной тысячи долларов, 53. Вот где-то в этом районе в принципе можно ловить биткоин и трейдить. Сходит ли биткоин на 40 тысяч долларов? Нет. Это определенно точно могу вам сказать. В ближайшее время и даже возможно в средний срок мы таких цен не увидим. Хотя мы видели с вами такие цены и даже еще ниже на бирже Binance. Там биткоин, кстати, подешевел до 8 тысяч долларов. И нужно отметить, что в рамках вот такого глюка, который был на бирже, здесь бирже, соответственно, сказали, что это опять-таки глюк. Здесь люди могли потерять деньги, скорее всего, те, кто имел стопы и скорее всего, те, кто сидел непосредственно в позициях, с плечами, фьючерсах и так далее. Поэтому здесь люди потерпели фиаско. Соответственно, биржа, конечно же, ошибку признала, да, и, соответственно, пока что она комментирует это то, что, ну, пока что ошибка, да, и будет ли она кому-то воскрешать данные денежки по биткоин, которые были потеряны, неизвестно. Как правило, я считаю, что такая биржа должна это делать, потому что биржа не из последних, поэтому все возможно. Но, опять-таки, это глюк биржи. Что касается, значит, того, что же у нас по новостям, то, что Хестер Пирс призвала всех к взаимодействию с криптоиндустрией, и здесь они думают, что уже криптоиндустрия будет расти в размерах. И то, что мы можем сделать сейчас, чтобы инвестировать в создание разумной структуры, полагаю, окупится в будущем. И регуляторы, как правило, очень консервативны по причине, если что-то не одобрим, нас не обвинят. Если одобрим и что-то пойдет не так, нас сделают виноватыми. Но это колебание реально дорого обходится небольшим компаниям. Вот такие дела. Говоря про определенно ETF, то первый биткоин ETF в США приблизился к ограничению на объем инвестиций, и биржи применяют ограничения на объем позиций, чтобы предотвратить занятие одним преобразованием доминирующее положение над рынком или ценой. В конечном счете в ETF могут возникнуть серьезные ошибки отслеживания спотовой цены биткоина, и здесь ETF будет вынужден считать цену биткоина по все более и более высоким уровням, следуя кривой фьючерсов. Вот такие дела. Что касается России, то на Биулина заявила, что Центробанк РФ не готов допустить торгам биткоин и ETF. И кроме того, это не последняя стадия того, что РФ просто ничего не делала, не занималась криптовалютами, не занималась регулированием. По большой сути вообще за 4 года Российская Федерация вообще не сделала ничего для регулирования криптовалют. И здесь нужно отметить, что сейчас рынок криптовалют составляет более 10% от мирового. Ну, а с вами был Криптовтейв. Мы видим, что из топа подымается Солана. Уверена, она обогнала XRP по капитализации. Ну, а другие криптовалюты, в принципе, топчутся на месте. Это говорит о том, что биткоин снижается, да, но другие криптовалюты либо на снижение еще не отреагировали, либо они так и будут в боковике, что маловероятно. Скорее, они тоже немного будут снижаться вместе с биткоином. Поэтому готовьтесь к определенной коррекции. Всем ночи, всем пока и до встречи. Надежный проект, в котором можно зарабатывать от 3 до 12% прибыли в день, это Мира и Теха.ю. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...